Доброй ночи, доброй ночи, мои зрители, доброй ночи, мои подписчики, доброй-доброй ночи. Сейчас у нас 22.30, 22.30, я направляюсь домой. Сегодня день мой прошел быстро, хорошо, можно сказать. Маман сейчас уснула быстро, накапала ей корвалола немножечко, потому что прыгала давление 160, потом поели 120, потом 90 нижняя, потом пульс 76. 76 для лежачего больного, это большой. Представьте, человек лежит, а сердечко как бьется, тах-тах-тах-тах-тах-тах. Поэтому накапала ей корвалола, дала запеклон, дала аспикард, и она сейчас посапывает себе в две дырочки. Сапит, как мужик. А я тихенько иду домой, наслаждаюсь, наслаждаюсь, девочки, таким туманным вечером. Маленький туман. Посмотрела по интернету погоду. Ночь теплая, 12 градусов, а с утра начинается дождь. Завтра с утра и до часу дня дождь. Но это у меня так по интернету. Вот. Оставила маман форточку открытую в один пальчик. У нас там такая тесемочка, и внизу шурупчик закручен, чтобы форточка не открывалась. Ее открываешь на нужную длину, и тесемочкой закручиваешь за этот шурупчик. Поэтому в один пальчик, ровно в один пальчик оставила ей форточку, чтобы поступало немножко кислорода. Вот. Все-таки, когда спишь, и с улицы поступает кислород, так полезно для легких. Так что как-то вот так. Эту всю неделю фабрика мороженого не работает. Вторая смена. Иду, окна потушены. То есть первая смена отрабатывает фабрика мороженого, и все. И вторая уже не выходит. Наверное, мороженого наделали столько, проходная, что его некуда девать. Ой, как хорошо дышится. Кажется, шел и шел. Шел и шел и шел, девочки. Так хорошо. Кто чем наслаждается? Кто наслаждается вязанием? Кто вышиванием, бисером, крестиком? Кто дачами выращивать все? Кто, вот как я, ночной прогулкой? Кто помоложе, тот барами наслаждается, ресторанами. Так интересно. Каждому человеку свое. У каждого человека свое. Вон, светофор красненький. Мне дотуда дойти надо. И кто его знает, зачем он моргает? Холодильные установки работают. Гудят. Но фабрика не работает. Вторая смена. Что вам еще рассказать? Навстречу мне машина едет. И водитель думает, чего эта дура баба идет по проезжей части. Ну вот иду по проезжей части. Это моя слабость. О, папер. Красивое вот это уксусное дерево. Оно сейчас, девочки, такое вот бордовое. Бордо. Красота. Красота. Вот стоит у людей контейнер. И никто его не спирает. А у нас Лена бы сказала, нет, сопрут. Ой, как хочет. Так люблю осень. Да, вот так вот возле бордюров листья лежат. Так, сегодня воскресенье. Это сегодня я потратила на поездку день к барану. А так бы я бы и сегодня зачахла. Это самое. Сейчас вспомнила, что завтра понедельник. Аж настроение поднялось. Не люблю я выходные дни. Вроде бы для меня все дни одинаковые. Разницы нет. Выходной или это будни. Но все равно выходной день я чувствую. Я так чувствую выходной день. Не люблю я выходные дни. Я когда работала, мне нравилось, когда выходной мой день попадает в будний день. Тогда чувствуешь себя полноправным человеком во все инстанции, куда ты можешь обратиться. А так выходной день. Вот что выходной день. Все закрыто. Мне нравилось работать в выходные. Когда вот я работала в баре сутками через трое. Мне нравилось, когда мой рабочий день попадал на субботу, на воскресенье. Нет директоров. Нет начальства. Расслабон полный. Расслабон. Сейчас скажут, у нее все не так, как у людей. Да, девочки. У меня не все, как у людей. Мне все нравится то, что людям не нравится. Вот оттуда я шла. Семь минут с вами разговариваю. Вот еле-еле иду. И вот на моем, вот на камере семь минут. А если быстро идти, четыре минуты. От маман до меня. Семь минут и иду в развалочку. Светофор загорелся. Светофор загорелся. А мы подождем. Я никогда не бегу. Он десять, девять, восемь, семь моргает. Еще подождем одного зеленого сигнала. И кто его знает, зачем он моргает? Зачем он моргает? Скоро я поехала на вызов кому-то. Ладно, девчонки, буду отключаться. Показала вам ночной кусочек. Так хорошо. Все, до завтра. Доброе утро всем зрителям, всем подписчикам. Доброе утро. Сегодня понедельник. Мой любимый день. Начало недели. Кленники желтенькие стоят. Лужи везде. И прохладно. Хотя десять градусов на термометре. Ничего не хочу готовить. Все лень. Даже лень ту саму кашу заваривать. Сегодня у меня такой завтрак. Два яйца вкрутую. Две булочки с маком. Хочу разрезать, намазать маслом. Творог есть. Чай. Вот такой вот завтрак. Ничего не хочу. Все лень. Все надоело. Полная апатия ко всему. Полное безразличие. Не знаю. Всем, кто завтракает, приятного аппетита. Кто пьет чай, кофе, тоже. Приятного чаепития, кофепития. Там одна моя зрительница очень давно просила телефон одного человека. Из газеты. Из газеты. Но я не нашла. Я вчера перелила все. И даже вот некоторые газеты выбрасываю. Друг пенсионера выбрасываю на мусорку. Чтобы они у меня не скапливались. И, возможно, ту газету я выбросила. Так что я очень сожалею об этом, что я не могла исполнить просьбу своего зрителя. Я прошу прощения, но как-то, наверное, та газета у меня ушла. Или так же в мусор я скрутила ее. Вот я даже выбрасываю свежий номер газеты. Вот. Зачем он мне? Зачем мне такие газеты? Зачем мне сбор дома газет? Чтобы в них заводились какие-то пауки, тараканы? Ничего я не собираю. Это все идет на мусор. Так что, прошу прощения, я не нашла. Я не нашла объявления. Не нашла той газеты, вернее. Она исчезла, как корова языком слезала. Так что, прошу прощения. Варю супчик пельменевый. Здесь картошечка, морковочка, лучок, лавровый листик. Сейчас все это поварится. Заброшу пельмени и будет супчик. А сейчас мне захотелось тертой морковки. Я потерла морковку на мелкую терочку. И буду кушать. Ну все. Забросила пельмени. Кинула сюда кусочек сливочного масла. Суп без зажарки. Можно и зажарить, конечно. Это черный перчик горошком плавает. Я очень люблю, когда он попадает на зуб. Его разжевать. И запить вот это вот бульончиком. Так что, вот пельменки варятся. С лавровым листиком. Вот пельменевый супчик. Варите. Очень вкусно. Да. Так что. Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня на улице холодно, идет дождь, вот, я нахожусь дома, никуда не вышла, надо было мне срочно в светофор, но я не поехала, не знаю почему. Вот сижу дома, все, вот туляюсь, коробочку для специй помыла, переложила, все пересыпала. Вот, понимаете, вот делают такую работу, которая нам вроде и нужна, где-то навести в каком-то отсеке порядок, но она и не видна. Вот такое у меня состояние. Смотрю урывками украинский сериал. Я люблю смотреть украинские сериалы. Они поставлены не так, как наше русское кино, написано русское кино. Вот, украинский сериал мне очень нравится. Называется «Ты только мой». Ну, он старый, вы видели его, наверное. Вот, но все равно смотрю по телефону урывками. Вот. Ну, а так ничего рассказать не могу. Пока так. Девочки, добрый вечер. Добрый вечер всем зрителям, всем подписчикам. Добрый вечер. Сегодня у нас понедельник. Вот. Утром я с вами поздоровалась. Сейчас сижу у маман. Свет. Ну, ей не темно пока. Сейчас шести часов нету еще. Сижу у маман. Поставила ей чайничек. Сейчас попою чаем с печенкой. Начала отвечать на комментарии. И столкнулась с такими тремя вопросами. С тремя вопросами. С первого десятка комментариев. Ответила про лампочки, про город и про барана. Значит, я рассказываю кратко про лампочки. Девочки, когда баран заселялся, им сразу сделали два лицевых счета отдельно. Они же так и в бараке жили с этой семьей. Два лицевых счета отдельно. Ему сразу провели отдельно все и свет. У него даже в коридоре есть отдельная такая, висит ящичек. И там счетчик. Когда он уходит в магазин, он поднимает вот эти вот тумблеры, да? Тумблеры называются. И он отключает везде у себя электричество. То есть, даже если соседи захотят войти в туалет, в ванную, они его выключатель щелк, но он уже не будет светиться. И поэтому, куда бы баран не уходит, у него есть ключик от своего шкафчика, он в коридоре вырубает тумблеры, и он уходит. Когда он ложится в больницу, он тоже вырубает тумблеры. Когда он находится дома, никто никогда не лезет в чужой счетчик. Хотя он живет с неблагоприятными людьми. Дочка пьет, и матка тоже. Но никто никому не приходит в голову включить чужой счетчик. Это уже проверено на протяжении восьми лет. С пятнадцатого года он живет в том доме, и никогда он не поймал этих людей, чтобы они включили его свет. На кухне они не встречаются. Если готовить Света, то баран сидит. Если баран что-то готовит, Света может несколько раз выйти на кухню, посмотреть, что баран, и она уходит. Когда-то я сидела летом с бараном на кухне, мы выпивали. Света несколько раз выходила, смотрела, что мы сидим. Она на кухне не показывает носа. Так что там все четко разгрифлено. Там каждый знает свои границы. Там никто ничего чужого не берет, и никто ничего чужого не включает. Хотя там живут две алкашки. Я ответила ясно на этот вопрос. Второй вопрос. Про город. Пишут, что город мрачный, как и в России. Девочки, это самый лучший район города Гомеля. Кто смотрит меня в Гомельске, тот знает, что Белица самый чистый район. Там нет таких вредных промышленных центров. Там только обойна фабрика, мясокомбинат и жирокомбинат, которые не приносят такого загрязнения воздуха, как химзавод у нас, или как, допустим, какой-то другой завод. Вот. И поэтому там самый чистый район. Этот район окружен кругом лесами и водоемами. С одной стороны там водоемы, сож разлившийся. От сожа такие вот притоки, да. А с другой стороны там лес. И впереди лес. Ну, если ехать на Белицу, слева лесопосадки начинаются, с середины Белицы, а справа идут водоемы. Если взять общую Белицу. Это самый чистый, самый красивый, самый хороший район. Когда-то дефицитов не было. В 90-е годы выбрасывали в Гомеле, все душились и давились. А у Белицы можно было найти в магазинах все очень многое из товаров. Вот. Белица самый красивый, чистый район. Это я вам ехала, показывала. 104-й микрорайон, где живет баран. Это вырубленный лес. И там построили микрорайон. И чтобы выехать с этого микрорайона, надо остановки 3-4 проехать именно по лесу. Ну, не по лесу, но слева лес, справа лес, там радиационный центр, там госпиталь. И все это построено в лесу. И поэтому я просто ехала, снимала вам лесопосадки. И немножко от конечной Белицы сняла вам частного сектора. Да, половина Белицы, центральная улица Ильича, она занята частным сектором. Там такие домики, как и у моей маман, есть домики получше, а есть вообще выстроенные коттеджи. И эти частные домики идут вдоль центральной трассы. Это называется улица Ильича. Вот. Про город я вам ответила. Когда я работала кондуктором Белицы, это был мой самый любимый район. Вот я после ЗИПа въезжаю в Белицу, все, у меня душа отдыхает. Я Белицу люблю по сей день. Она настолько мне делает в душе вот спокойствие. Вот сам район мне благоприятен, наверное. Вот. Про Белицу я ответила. Ничего там страшного нету, ничего унылого нету. Я наоборот вам показывала осенний лес, осенний город. Все очень красиво выглядит. Так что ничего не уныло. У нас все красиво. Дело в том, что что-то затормозил мой телефон. Я проезжала мимо церкви и не засняла вам ее, потому что было очень мутно. Что-то было с экраном телефона. Так. На второй вопрос я вам ответила. И на третий вопрос я вам хочу ответить про барана. Вкратце. Вообще вкратце. Там интересуется одна женщина, как вы познакомились с бараном. Девочки, я уже неоднократно рассказывала. С бараном нас познакомили. Познакомил мужчина, который живет в 25 доме. Он с ним учился в одном классе, но он не знал, что он запойный. И меня познакомил. Ну, а я от необходимости приняла его сразу к себе. Потому что мне нужно было идти на операцию второй ноги в одиннадцатом году. В десятом я делала одну ногу. В одиннадцатом вторую. Вот. И в десятом году за мной ходила Лена. Три месяца, пока я была на костылях. А больше я Лену беспокоить не захотела. И мне вовремя познакомили с барановым. И я вовремя его к себе приняла. Но натерпелась я от него сполна. Натерпелась я была и тварь. Я была и животная. Мне не давали слова сказать в моем доме. Меня контролировали. Если я уходила из дома, меня ждали под подъездом. Прямо ждали, встречали меня под подъездом. Меня это очень бесило. Как я только домой и со мной домой заходили. То есть он один дома не находился. Он всегда ждал, сидел. Наперили меня, пока приду я. Меня это бесило, конечно. Приходил он пьяный. Привозили его. Ложили под дверь пьяного. Привозили его. Ложили на диван пьяного. Он обсыкался. Вот такой вот баранов был. А вы мне приписали мою любовь к нему. Там я еще дальше ответила на комментарии. Там про лампочки. Про переселение девочки. Это было не расселение барака. Барак не расселяли. А барак улучшали. Улучшение жилищных условий. Это две большие разницы. Расселение барака и улучшение жилищных условий. Расселение их бы расселяли. А так их перенесли. Вот они жили такой семьей. И им дали в лучшем доме, в лучшем районе. Это не расселение было. Мы писали и на Минск. Мы предоставляли, что у него инвалидность, что у него онкология. Ничего это не помогло. Нам везде был один ответ. Это не расселение. Это улучшение жилищных условий. Так что вы не путайте одно с другим. Чего я его поздравляю? Девочки, во-первых, я считаю, что чисто символически поздравить человека. А что это так трудно? Или это что-то обременяет? Я не знаю. Вот он сегодня позвонил мне и говорит. Хочу тебе пожаловаться. У меня сердце ёкнуло. Я думала, приемник неисправный. Он говорит, мне эти таблетки не пошли. Я говорю, значит, тебе надо записаться к доктору еще раз. Он говорит, это был другой доктор. Моего доктора не было. Я говорю, значит, записывайся к этому доктору еще раз и едь. Скажи, что эти таблетки тебе не помогли. От них стало еще хуже. Он говорит, я их вообще пить не буду. Я говорю, ну и какой выход? Он, ну мне тот мой доктор сказал, через три месяца явиться. Значит, я пойду через три месяца. Я сегодня набираю в интернете онкология Гомель, медицинская 2. Выскочила мне онкология Гомель. Я ищу врачей. Я нашла того доктора, которому он ходил постоянно и в него оперировался. Я звоню в регистратуру, я говорю, где такой-то такой, там не отвечают. Он два месяца прием вести не будет. Два месяца прием будет вести товарищ Пузанов, у которого он был, Баранова. А Пузанов ему выписал эти таблетки, которые не пошли. Я начала искать в интернете этого Пузанова, посмотрела. Это молодой мужчина, совсем молодой, лет 40 ему. Вот, звоню Баранову, говорю, так и так, твой доктор два месяца не будет на приеме. Иди к этому Пузанову и скажи, что таблетки не пошли. Он говорит, я к нему не пойду. В общем, он обратился ко мне сегодня, он говорит, я к тебе с жалобой. То есть ему некому идти пожаловаться. Он даже не пожаловался Наде своей женке, потому что он знает, что Надя на него болт забьет. Надя с ним летом ругалась. Надя ему летом сказала не приходить, не к ней. Надя живет на третьем этаже, это его жена. А в прошлый раз я выпустила видео, там некоторые мадамы, такие злющие бабы, придумали, что Надя его блинчиками кормит. Ну и что, что Надя напекла блиновой, сказала, Баран, приходи, поешь блины. Что тут такого? Что тут такого, если Баран сегодня позвонил мне и пожаловался, что ему таблетки не пошли эти. А он за них отдал 18 рублей. Вот, девочки, тут как-то, понимаете, идет как-то дружное общение, какое-то дружная взаимопомощь. Я даже не могу вам сказать, что это вот идет. Если мне что-то понадобится, Барана помощь, пусть он беспомощный, он толстый, у него сахарный диабет, у него онкология. Я все равно скажу ему, вот, надо приехать на кухню, снять мне решетку. Он приедет на кухню, встанет на стол, снимет мне решетку, подождет, пока я ее помою и опять прицепит. Такое уже было и не один раз. То есть, понимаете, надо с человеком поддерживать связь. Плохой он, хороший он. В каждом плохом человеке есть тоже какая-то изюминка, есть что-то хорошее. А так, что вот эти злющие бабы писали мне в прошлый раз. О, вот он любит, она к нему лезет, у него есть женка, у него... Ой, вы же ничего не знаете. А одно и то же я перемалываю вам целый год. Короче говоря, я вам ответила на все-все комментарии. С Барановым мы просто поддерживаем связь по телефону. Он мне о чем-то пожалуется, я ему о чем-то пожалуюсь. День рождения у него, я пошла его поздравила. Ну, дальше что? Сегодня он мне пожаловался. Я перекопала весь интернет. Два раза позвонила в регистратуру, узнала про того доктора, узнала про того доктора. Сам же он не позвонил, он мне пожаловался. Раз он мне пожаловался, значит, я должна перелопатить все, узнать, где тот доктор, почему он не будет два месяца принимать. И поэтому как-то вот так, что накрехтит, блин. Ой, Господи. И поэтому как-то вот так вот у нас обоюдная помощь. Продолжение следует... Продолжение следует...